Погода пока не позволяет закончить отопительный сезон, но в областном правительстве уже подводят его итоги. Системы жизнеобеспечения региона в целом работали стабильно, но были зафиксированы 16 технологических сбоев. На подготовку и проведение отоп-сезона израсходовано более 520 миллионов рублей, в том числе 280 миллионов на технологическое совершенствование котельных и замену ветхих коммуникаций. Из отрицательных показателей в очередной раз у муниципалитетов возникли проблемы с паспортами готовности. Ивановская область отличилась в этом году. Единственный регион в составе ЦФО, который в предыдущем отопительном сезоне не получил паспортов готовности ни в одном муниципалитете. Единственный, я подчеркиваю. Поэтому объясните, каким образом мы будем действовать дальше. Это же очень серьезный сигнал. Ситуация действительно требует особого внимания, на мой взгляд. И с муниципалитетом уже предварительно этот вопрос проработал. Кроме того, проведена уже рабочая встреча с представителями Ростехнадзора, которые непосредственно обеспечивают выдачу таких паспортов. Намечены пути взаимодействия. Будем активно привлекать их к работе в своей комиссии, чтобы иметь возможность заблаговременно какие-то рисковые моменты поработать с муниципалитетами и устранить их до момента получения основного документа. Еще одна серьезная проблема – рост задолженности предприятий региона перед ресурсоснабжающими организациями, в частности, перед газовщиками. Если так будет продолжаться и дальше, последствия не заставят себя ждать. Вчера было интересное сообщение в средствах массовой информации о том, что «Газпром» принял решение о прекращении поставок газа на организации, которая обеспечивает горячей водой 80% Омска. И сигнал достаточно серьезный. У нас тоже в этом плане было не все безоблачно. Были введены ограничения на поставки газа в ШУИ, ГАВ-посаде, Палихе. Чтобы повлиять на ситуацию, в департаменте ЖКХ и других профильных ведомствах должны принять срочные меры. Одно из мероприятий, которое мы планируем реализовать до конца мая, это обеспечить сокращение того кассового разрыва по субсидии в адрес ресурсоснабжающих мероприятий, который у нас сложился за четвертый квартал 2016 года. Сегодня у нас на заседании правительства как раз рассматривается новый порядок, который позволит нам компенсировать как раз этот разрыв. Он достаточно существенный, порядка 280 миллионов рублей. И, соответственно, эти средства будут направлены в том числе на погашение задолженности за газ. Ну и, конечно, пора начинать готовиться к новому осенне-зимнему периоду. Все грехи прошедшего отопительного сезона – повод сделать работу над ошибками и провести будущее без помарок.